Так, друзья, и вот мы буквально переехали долину, которая по нашему общему согласию, все-таки мы считаем, что раньше представляла собой морской залив. То есть уровень воды был на несколько десятков метров выше. Именно поэтому мы видим древние вот эти города, стоящие в достаточной отдаленности от моря. То есть это всегда речь идет больше, чем о пяти километрах. И все они стоят на склонах холмов, даже независимо от того, что над ними нависает огромная угроза в виде разрушительных скал. Это было в прошлом городе. Вот мы переехали эту долину 10-километровую, и с другой ее стороны стоит вот такое чудо. Огромный амфитеатр, гигантский действительно, который позднее был перестроен в крепость, которая сейчас надстроена сверху. Значит, город этот начал свое существование 4 тысячи лет до нашей эры. Самые ранние раскопки, они именно убедили историков в такой датировке. Несколько раз этот город переживал захваты персами. Последним его вроде как разгромил македонский. И город уже, будучи прежде одним из величайших элинских городов, одним из самых богатых, как написано в Википедии, после уже так и не смог восстановиться. Но здесь никакого землетрясения, как и в предыдущем, история не упоминает. Так, то есть амфитеатр, а за ним находится городская сетка, вот эта в Санкт-Петербурге такая. Ну что, добро пожаловать в Милет. Вот видим, что здесь уже сразу, сразу отмечаем. Слово становления. Непонятно кем, возможно, это современные археологические уже реконструкции. А вот эти блоки по совершенному стандарту мраморные во всех римских городах, которые мы видели. Изготовлены. Бонжур, сова! Бонжур, сова! Бонжур, сова! Бонжур, сова! Бонжур, сова! Бонжур, сова! Субтитры создавал DimaTorzok Вот когда я вижу вот такие ступеньки, все у меня в порядке, никаких сомнений не возникает в том, что это оригинальная лестница. А когда я вижу что-то наваленное, что-то из разного камня, кривое, косое, то я не понимаю, каким макаром. Фу, да, лестница крута. Не для человеческого роста. Метра два с половиной нужно быть, чтобы они комфортно перемещаться. Высота ступеньки 23 сантиметра. Да, но верхняя часть, тем не менее, мы видим, куда это делось. Вот, полтора метра толщина кладки стен. Внутри, конечно, более такая черновая, но все равно блоки пиленные все, пиленные охренительной пилой, которая не давала никаких погрешностей. Точно не двуручный. Друзья, извиняюсь, опять сели батарейки в микрофоне. Еще никак не могу к нему привыкнуть, прожорливый такой, зараза. Не ожидал, что придется брать дополнительные комплекты. Поэтому звук вот как есть. Значит, смотрите, что интересно. Я стою сейчас на самой верхней точке всего этого холма, конструкции. Вот здесь мы видим, как сверху амфитеатра прям построили крепость какую-то из-за того, что было с Плинфой. Перепад высоты, думаю, что метров 20 от меня. Здесь, согласно карте, расположен до сих пор нераскопанный город. Не думаю, что он только этот холм занимал. Но также, скорее, вот здесь тоже такой прихолмок. Вот. А откуда весь вот этот грунт? Весь вот этот грунт. И мы здесь можем посмотреть. Немножко они поковыряли. Что грунта этого здесь немерено. Стены уходят вот прямо в него. И не видно, правда, особых слоев никаких. Сейчас подойду поближе и загляну еще вот в эту арочку торчащую. Грунт серый. Серый вот этот, лишенный всякого вообще плодородного слоя. То есть нету возраста. Возраст по-любому дал бы плодородный слой. Но какой-никакой здесь не пустыня, все-таки тропики. Полгода фигачит дожди. Но мы видим вот облицовка. Какая-то или не облицовка. Ну вот совершенно точно какой-то пиленый блок. Глиняный. Не, не пиленый. Глиняный. И вот его здесь сколько. Ну не птички же это насрали, простите. Да, вот тут начинаешь задумываться. Сейчас у Ромы спросим. У него наверняка есть ответ. Здесь стена вот уже восстановленная. О, там вид сверху есть. На фасадную часть города. О, там какой огромный. Да, здесь вот видимо, что скамейка взята, положена в основу, ну предположительно скамейка, нижняя часть. В основу этой крепости. Здесь вот торчит основная кладка глубинная. Или, ну, может быть, тоже скамейка. Да, скамейка. Нет ни швов, ни стыков, ничего. Из скамеек построена нижняя часть. И вот это все тоже, конечно, более позднего периода. Повсюду валяются остатки колонн. А вот там колонны стоят даже целые. Да, вот как падали стены. Прям целый огромный кусман стены просто отвалился и грохнулся сюда. Что ж, нам не пишут, в каком году землетрясение здесь было. Но вся конструкция, как мы видим, уходит глубоко вообще под землю. Глубочайшая. И, скорее всего, это все снято археологами. Здесь и восстановлено раствором каким-то. Так, издалека уже бросилось в глаза вот это. Вполне типичная, но очень качественная колонна. Очень гладко обработана она была. И идеально гладко. Руками можно прочувствовать только разве что вот это включение из более мягкого материала, которое сильнее выветрилось. А так все идеально гладкое. Форма тоже везде читается как ровная. Вот уровень земли какой. Вон там откопано. Вдали. Вот, чтобы видно было. 100% откопано. Да, вот. Никакой плинфы. Чистый мрамор везде. Ты его видел, да, там сверху постройки. А сверху, да, это говнопалковые плинфяне вот эти. Кусок. Строили, кусок скамейки прям брали. Да, я тоже. Я вот это вот сделал. Да. А вот здесь-то что, они не выдолбили железяки? Я вот все-таки не понимаю. Я там еще поискал, нет следов железяк. Железо здесь почему-то нет. Да, а дырки есть. И тем же самым инструментом я нашел эти же лунки. Те же самые ребята их выдолбривали. У меня сели опять все батарейки на микрофонах. Слушайте, я вот хочу туда вдаль прогуляться. Там видно раскопанная просто часть. Да, а там по-моему, там что-то. Круглая какая-то белая. Нет, для кого-то нужно толковать. Лень идти, да. Но надо. Прикол. Склад рельс. Видимо, по рельсам здесь восстанавливали что-то. Хотя не видно особого восстановления-то, да? А это только вот когда-то в плинтиле? Разве только вот здесь вот плинтфы выложены, вот это? Не суразится. И вот этой колонны здесь не должно стоять. Так, отправляюсь-ка я, друзья, вон туда. Честно, в поисках плитки. Так же выглядела долина в Триполисе, собственно, которую мы видели издалека. Здесь вот можно посмотреть вблизи. Повсюду торчат фрагменты колонн, того-сего. И слой земли здоровый. Хотя это самая высокая точка на районе. Однозначно. Ни с каких гор сюда ничего притечь не могло. Ни под каким соусом. Ох. 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 Ох.